Уважаемые коллеги, добро пожаловать на наш седьмой семинар по обработке микроскопических изображений. На сегодняшнем семинаре мы должны с вами будем рассмотреть более подробно возможности работы с трехмерными изображениями и больше посвятить времени их визуализации и получению так называемых трехмерных моделей с наших объектов, которые можем использовать как для морфометрии, так и для более точного построения именно самого объекта. Такую модель можно загрузить в другой программе обеспечения для его демонстрации, можно использовать для того, чтобы распечатать такую модель на принтере, ну и конечно же для проведения измерений такая модель наиболее пригодна. Итак, первая тема нашего сегодняшнего занятия это будет использование таких трехмерных данных, возможности представления в качестве проекции и реконструкции. Мы с вами поговорим о реконструкции объектов из обычных микроскопических изображений методом автоматической сегментации по яркости прежде всего. Кроме того, нам придется вернуться на несколько занятий назад, когда мы с вами говорили о сегментации и дополнить эти знания теперь возможностью автоматической сегментации с использованием глобальной яркости, локальной яркости. Нам нужно будет поговорить о возможности сегментации с использованием так называемой обучаемой нейронной сети, то есть программа на основе нескольких отегментированных нами участков изображений или изображений сможет построить некоторую модель, которая попробует подобное изображение сегментировать таким же образом. Конечно, у этого метода есть и свои ограничения, о которых мы с вами тоже поговорим. Я вам покажу еще один вариант сегментации сложных изображений с использованием выделения двух взаимоисключающих границ какой-либо картинки, какой-либо структуры и, соответственно, сложение этих двух границ таким образом, чтобы сегментация наших объектов была наиболее хорошей. И мы с вами должны будем перейти к рассмотрению такого плагина, который на самом деле можно было бы назвать отдельным программным продуктом, как TrackEM2. Это набор подходов для выравнивания стека изображений, например, серийных изображений с электронной микроскопией, для сегментации изображения вручную на отдельные объекты, причем они могут быть представлены именно в виде такого уже логичного дерева объектов. То есть, например, можно сегментировать отдельно всю клетку целиком, отдельно митохондрия, отдельно ядро, отдельно какие-то другие структуры. И таким образом у вас при необходимости сделать видимой, перенести или исследовать клетку, вы можете исследовать и все структуры внутри этой клетки. Соседняя клетка сегментирована таким же образом под другим, скажем, номером. И все структуры, относящиеся к ней. То есть, это не просто программа для реконструкции, но и программа для уже упорядочения вот этих отдельных объектов, для их связи в некое такое дерево. И на этом мы, в принципе, сегодня должны будем завершить. Ну и давайте начнем с вами с разницы между проекцией и реконструкцией. Мы с вами уже делали один из вариантов проекции, который у нас назывался z-проекцией, когда мы смотрели на стопку наших изображений как бы сверху. И для каждой точки с одними и теми же координатами по x и y, но разные координаты по z, мы с вами выбирали либо максимальную яркость, и тогда это у нас называлось максимальной проекцией, либо мы могли выбирать с вами, наоборот, минимальную яркость, тогда бы это называлось минимальной проекцией. Таким образом, несколько вариантов мы с вами уже рассматривали, максимальную и минимальную проекцию. И кроме этого, у нас еще есть так называемая реконструкция. Чем отличается реконструкция от проекции? В случае реконструкции мы можем с вами для наших объектов, теперь уже, правда, в трехмерном пространстве, создать некоторые границы отнесения нашего изображения либо к объекту, либо к фону. Ну, самый простой способ отнесения мы уже знаем по яркости. И таким образом мы создаем не просто изображение, вот такую проекцию, да, либо вертикальную, если мы говорим о Z проекции, либо, на самом деле, можем это изображение немножечко повернуть и сложить яркости для точек, находящихся по какой-то траектории. То есть, как можно себя сравнить, что такое, на самом деле, проекция не по одной оси, не по оси Z? Это, например, если бы мы могли распечатать каждый из наших срезов на полупрозрачном, или, на самом деле, прозрачном геле, и окрасить вот такую картинку. И дальше этот гель точно так же друг на друга сложить, и мы можем смотреть на эту пачку геля сверху, или мы можем смотреть на эту же пачку геля под каким-то углом. То есть, в случае Z проекции, как мы уже с вами говорили, у нас будет вот такая сложенная пачка, да, и мы для каждой точки с единственными координатами просто возьмем с каждого изображения по Z, то, на самом деле, мы теперь можем сделать виртуально такой набор прозрачных гелей, на которых распечатаны наши картинки, и тогда мы этот набор виртуальных гелей, условно говоря, прозрачных, можем как угодно повернуть. То есть, можем посмотреть на него сверху, и тогда это будет действительно Z проекция. Можем посмотреть на него сбоку, с какой-то стороны. Это может быть проекция, соответственно, со стороны X или со стороны, если будем сюда смотреть Y или под каким-то другим углом. Но, что надо понимать, в случае проекции мы с вами не реконструируем сам по себе объект. То есть, мы здесь не можем делать каких-либо измерений объема, поверхности, площади. Ну, и за счет некой перспективы, мы все-таки пытаемся нарисовать это именно таким образом, мы не можем измерять нормально даже линейный размер. В случае же, если мы говорим о реконструкции, на втором рисунке, она здесь представлена у нас, то, как я уже говорил, мы относим каждую точку изображения, классифицируем ее на объект или фон. И теперь действительно вот эта вот красная структура, например, она является действительно трехмерным настоящим объектом, для которого можем посчитать объем, можем посчитать поверхность, площадь поверхности, можем посчитать перекрытие с какими-то другими структурами, которые находятся внутри или отсутствие данного перекрытия. Ну, и на самом деле распечатать ее на 3D принтере, если нам такое окажется необходимо. Несмотря на такую разницу, применяются оба подхода. И мы с вами начнем с того, что посмотрим два плагина для программки MJ, которые позволяют нам хорошо сделать и проекцию, и реконструкцию. Давайте откроем уже известный нам стэк. Мозг сменит целая голова мухи. И первый вариант, как мы можем посмотреть, можем использовать плагин, который называется 3D Viewer. Этот плагин позволяет смотреть как проекции, так и реконструкции. И если мы его с вами запустим, то он задаст нам сразу же несколько вопросов. Появится диалоговое окно, которое должно предложить нам, во-первых, выбрать из какого стэка мы хотим получить с вами из открытых в данный момент изображения, как мы это назовем. Что мы хотим увидеть? И здесь, видите, сразу же есть объем, срезы, плоскости и вот multi-arter slices. Это все срезы сразу. Давайте начнем с того, что мы хотим посмотреть просто объем, volume. Это даст нам возможность получить проекцию данного изображения. Можем указать цвета, если у нас не заданы цвета были в нашем стэке, если бы он был, например, черно-белый, мы могли бы сказать, какого цвета мы хотим видеть данное изображение. Threshold. После какой яркости мы хотим, чтобы точки считались, условно говоря, в данном случае тоже объектом, то есть были представлены в нашей проекции. Во-первых, все точки яркостью меньше 10 не будут отображены в нашем получившемся изображении. И если у нас очень большой набор данных и компьютер не позволяет нам с таким громадным набором данных работать, мы можем их уменьшить. Количество раз во сколько мы уменьшаем стоит здесь. Давайте мы не будем уменьшать, единичку здесь поставим. Если у нас изображение стоит из нескольких каналов, красный, зеленый, синий, мы можем указать здесь, какие из каналов мы хотим включить в нашу проекцию. Ну и если у нас есть несколько временных точек, если у нас, например, это объем по времени, снятый на конфокальном микроскопе, можем здесь указать, с какой временной точки мы хотим начать построение такой конструкции. Давайте посмотрим, что у нас получится, если мы укажем для этого стэка Threshold 10, то есть все точки ярче 10. Не будем уменьшать его. Попробуем показать в тех же цветах, которые есть. И, соответственно, давайте посмотрим на получившуюся в данном случае проекцию. Как видите, мы можем ее поворачивать как угодно. Некоторые точки у нас здесь не присутствуют, которые были видны на нашем стэке. Почему они не видны? Потому что как раз они имеют яркость меньше 10. Ну и в данном случае здесь не отображаются. Что можно делать вот с таким изображением? Ну, во-первых, мы можем записать целиком последовательность поворота этого изображения вокруг какой-то оси. Это можно сделать через меню View. И здесь есть возможность записать 360-градусный поворот. Мы можем просто взять эту картинку для публикации. Take Snapshot. Ну, и размер указать даже больше, чем у нас, скажем, есть сейчас на экране. И если мы это укажем, мы получим с вами картинку, ту, которая сейчас представлена на экране для дальнейшей работы. Ну, и если мы захотим получить теперь поворот на 360 градусов, это займет некоторое время. Давайте посмотрим. Программка пройдет нам все варианты поворота нашего объекта вокруг своей оси. В данном случае у нас по одной оси такое вращение сделано. И мы получим в итоге вот такой стэк, гигантского, конечно, размера, потому что у нас цветной и большой, который можно сохранить в программе в виде, например, анимированного GIF-изображения. Или в виде, если мы захотим, даже если установим соответствующий плагин, в виде видеоизображения AVI или MP4. Ну, с этим все понятно. Что мы еще можем сделать с этим изображением? Можем поменять на нем фон, если нам мешает такая яркость. Можем здесь изменить, например, его на черный для аффлюизиентных изображений. На самом деле черный, в общем-то, может быть даже более предпочтителен. И то, что касается проекции, это, в общем-то, все, что мы с вами можем. На проекции можно добавлять несколько каналов. И если бы у нас эти каналы были бы раздельными, зеленый и, например, красный, мы могли бы их добавить друг за другом, выбрав здесь добавить из изображения. И таким образом каждый канал контролировать отдельно. Давайте попробуем это сделать. Для этого мы разобьем наш стэк, который у нас был на два отдельных канала. Вот они здесь. И попробуем каждый из каналов добавить в наш 3D-вьювер отдельно. Итак, начнем вот с этого канала. Давайте его оставим, как он и был, зеленым. Укажем, что мы хотим его в виде зеленого цвета получить. Точно так же укажем с вами без resampling, укажем threshold. Пускай будет, даже у нас здесь может быть побольше. Давайте сделаем 40. Мы с вами получили только изображение одного канала. Если мы теперь не будем с вами поворачивать это изображение, то мы можем туда же добавить и второй канал. Так как это у нас стэк, они точка за точкой также совпадут. Добавить из изображения. Выбираем теперь изображение первое, которое у нас есть. В данном случае у нас вот оно как раз в скубочках красное. Точно так же ставим resampling равной единичке. Threshold можно поставить здесь, наверное, 30. Ну и цвет, который мы хотим, красный. И тоже попросим добавить его на наше изображение. Если мы не будем нажимать и выделять отдельно каждую из наших добавленных сюда проекций, а нажмем где-нибудь в другом месте, то мы сможем их вращать совместно. Если же мы выберем одну из проекций, мы можем теперь видеть одну проекцию, относительно другой вращать. Если нам вдруг такое для чего-то окажется необходимо. Как вернуть это в первоначальное состояние? View, Reset, View, к сожалению, не позволит это сделать. А вот отдельно выбранную нами часть можно вернуть в первоначальное положение, используя меню Edit, Transformation и здесь Reset, Transformation. И тогда, видите, мы можем опять, если вдруг случайно наш объект разделили, вернуть в исходное положение обе составляющие. Что еще можно сделать? Например, посмотрели на ваш объект и решили, что вам нужно что-то поправить. Например, Threshold поправить или еще что-то. Всегда можно попросить нашу программу, этот объект, показать как что-то другое. Например, как Multi-Auto Slice, либо еще какой-то вариант. Также мы объект можем наш какой-то, который нам не подошел, убрать. И добавить сюда еще раз объект. Убрать, выделили, нажали Del, мы его убрали. Этот объект можем вернуть теперь в положение, которое у нас было изначально. Reset, Transformation. Добавить сюда объект наш с другим Threshold. Точно так же через Добавить из изображения. Давайте добавим наш зеленый объект. Но поставим Threshold какой-нибудь гораздо более высокий. Например, 125, фактор 1. Цвет. Ну, можем еще и цвет поменять. Давайте его сделаем, например, циановым. И, как видите, у нас теперь наш объект, он стал немножечко более прозрачным, так как мы поставили более высокие значения Threshold, но у нас стало гораздо меньше точек здесь видно. Таким образом, с тем, что касается проекций в программке, в плагине 3D Viewer, мы с вами посмотрели, но есть еще один способ очень красивого представления данных. Как видите, здесь это ускоряется при помощи видеокарточки, поэтому получается быстро, но качество картинки не очень. Если вы хотите делать действительно очень качественное изображение для какой-то презентации, например, есть возможность использовать другой плагин, который находится здесь же, но в самом низу меню, и называется Volume Viewer. К сожалению, этот плагин работает на центральном процессоре, поэтому он очень медленный, но... Он дает очень качественную картину. Давайте посмотрим, как он будет выглядеть, после того, как мы его откроем. Ну, он обладает при всех своих недостатках по скорости работы несколькими преимуществами. Во-первых, вы видите ваш объект сразу же в трех взаимопереподействуемых плоскостях. Сверху, справа и слева. И здесь вы можете сразу же выбирать тот трешхолд, который мы с вами устанавливали. Здесь он устанавливается просто вот таким перемещением. И видно, какие точки у вас тогда становятся видными на изображении, какие нет. Точно так же здесь немножко проще работать с уже не отдельными точками, а более интересным подходом, который позволяет брать группы точек по яркости. Здесь видите, при помощи изменения условно того же самого отнесения к объекту и фону, до трешхолда, мы можем выделить какую-то отдельную структуру. И он может ее пересчитать гораздо более хорошо. Качество здесь можно задавать очень высокое. И, например, если нам захочется действительно получить проекцию достаточного для публикации качества, то мы можем указать здесь в настройках, что мы хотим использовать, например, максимальную интерполяцию. Трикубическую. Займет, конечно, некоторое время для пересчета. Но картинка будет немножечко более качественной. Кроме этого, прямо в этом же плагине можно использовать варианты, каким образом вы хотите сделать эту проекцию. Вот, например, проекция по объему. Например, проекция по максимальной проекции. Берутся только самые яркие точки. И в зи, кстати, будет очень хорошо видно, какое качество можно получить даже на изображениях с очень невысоким исходным разрешением. Отдельные фасетки глаза здесь теперь стали видны, хотя на исходном изображении их практически незаметно. Ну и еще несколькими достоинствами этого приложения является то, что вы можете здесь сразу же в таком интерактивном режиме сделать из вашего изображения как бы срез. То есть вы можете пройтись по нему с использованием виртуального среза. Вот этот ползуночек, он позволяет передвигать плоскость виртуального среза. Ее наклон в каждых плоскостях можно регулировать при необходимости отдельно, задавая поворот, например, вашего объекта. И вы видите, ваш объект можете виртуально разрезать под любым углом, который вам захочется. Ну вот здесь на изображении плоскости Z, то есть XY мы с Z как раз смотрим, видно место, по которому проходит срез. То же самое видно на двух других плоскостях. И вот как выглядел бы срез, если бы вы сделали его с вашего объекта в этом направлении. Таким образом, этот плагин Volume Viewer позволяет получить очень качественные проекции, но, к сожалению, работает на центральном процессоре, поэтому медленный. Следующее, что нам нужно обсудить, это возможность создания уже не проекций, а трехмерных реконструкций. Для этого мы точно так же будем с вами использовать плагин нам уже знакомый, который использует ускорение графического процессора 3D Viewer. Но при его открытии мы с вами укажем, что для этого же рисунка, давайте возьмем только зеленый для начала, мы хотим уже получить не объем, Volume, а хотим получить возможность реконструкции модель. Выбираем в меню Surface, выбираем цвет, которым мы хотим получить нашу модель, опять же, Threshold, что мы относим к объекту, что мы относим к фону, и сколько раз мы уменьшаем наше изображение. Давайте посмотрим, что у нас сейчас с вами получится. Как видите, картинка очень похожа на то, что у нас было, но теперь границы уже не такие полупрозрачные, а это действительно реконструированный объект, который имеет свой объем. На самом деле тут даже несколько объектов у нас получилось, мы их можем отсегментировать, изменить по размеру. И точно так же мы можем сюда добавить, если захотим, и следующий объем. Давайте мы сюда добавим и красное изображение. Добавить из изображения. Берем, выбираем красное. Здесь выбираем точно так же Surface. Цвет, пускай будет красный. Ресамплинг единичка. Ну и Threshold давайте оставим пока 50. Посмотрим, что у нас получится. Вот у нас добавилась на эту же модель еще модель нашей второй метки. Что теперь можно делать с этими моделями нашими? Ну, во-первых, мы можем теперь их при необходимости упрощать и сглаживать. Понятно, что такая модель содержит какие-то мелкие недостатки, которые вам не нужны. Мы можем, прямо на ней кликнув, сказать, что мы хотим ее сгладить, либо можем еще уменьшить количество вершин модели, ее упростив. При этом можно задать, насколько мы хотим уменьшить у этой модели количество вершин, либо использовать функцию сглаживания. Тоже мы можем в ней задать, насколько мы хотим с вами сглазить нашу модель. Вот у нас есть возможность сделать это контролируемым способом. Задать здесь, насколько мы хотим развести такое сглаживание. Выбрать для всех ли мы хотим структур или только для той структуры, которую мы выбрали. Ну и давайте попробуем сделать какое-то очень большое сглаживание, порядка 50, например. Как видите, моделька стала более гладкой, действительно, как мы и хотели. Тоже самое можем сделать и для второй модели. Для красненькой в данном случае. Точно так же, нажав другую клавишу мышки, выбрав здесь сглаживание, контролируемое сглаживание. Ну и давайте поставим здесь даже, может быть, побольше сглаживания какое-нибудь. Ближе к 60. Как видите, эта модель тоже у нас сгладилась, стала более ровненькой. То есть она точно так же, как мы поступали с проекциями. С этой моделью мы можем поступить, сохранив ее превращение вокруг какой-то оси. Но что еще у нас теперь появилось? Мы теперь можем сохранить эти отдельные наши объекты в некоторых, известных для тех, кто занимается трехмерным моделированием, либо печатью объектов в форматах. Вот, например, формат STL позволяет вам использовать эту модель для печати, например, на 3D принтере. Wayfront, DXF, U3D – это модели, которые позволяют использовать хорошо то, что вы смогли здесь создать, в программах трехмерного моделирования. Сделать, если вы хотите для вашей модели, свет, наложить на нее еще что-то и так далее. Что еще очень удобно? На самом деле, можем комбинировать несколько моделей вместе. Например, нас не очень интересует зеленая модель, которую мы сделали. Можем ее сделать, DEL удалить. А вот красная модель, например, нас устраивает. Мы здесь все видим. И мы хотим на нее сверху наложить модельку, к примеру, уже не в виде реконструкции, а в виде проекции. То есть сделать такую гибридную структуру, где у нас будет в виде модели один канал, а в виде такой проекции другой канал. Давайте я сброшу все, что я сделал с поворотом этой модельки, чтобы она у меня была опять ровненькой. И добавлю сюда из зеленого канала теперь уже объем, то есть проекцию. Сделаю ее точно так же зеленой, сделаю также ресемплинг равной единице. И то, что у меня получится, это некий такой гибрид. Теперь у меня получается в виде структуры модели красная и в виде такой вот прозрачной части вот это зеленое, то, что я сделал. В принципе, если мне мешает зеленый канал, я могу сделать его более прозрачным. Здесь в меню можно сразу же поменять для вашего объекта цвет, прозрачность, пример, чтобы было лучше видно внутреннюю структуру. И, в принципе, у вас получается уже более-менее пригодная кубликация реконструкции, которую можно использовать. Что нам еще нужно с вами посмотреть? В некоторых случаях то, та структура, которая у вас получилась в проекции или в реконструкции содержит какие-то лишние участки, которые вам, например, мешают. Либо вы хотите показать вашу структуру в разрезе. Это тоже можно сделать. Давайте опять же сделаем проекцию этой же картинки. И на проекции этой картинки мы можем при необходимости удалять какие-то части нашего рисунка. Давайте попробуем посмотреть, как это можно сделать. Вот, скажем, проекция, с которой я, к сожалению, уже успел удалить небольшую часть. Если вдруг мне нужно будет удалить еще какую-то часть, я могу взять в меню просто, лассо, обвести ту часть, которая мне не нужна, нажать другую клавишу мышки и после этого сказать Fill Selection, целить вот эту вот часть объекта. И, как видите, здесь можно тоже более аккуратно это отрезать. Пускай Fill Selection и точно так же убрать еще одну часть из нашего объекта. После этого мы можем наш объект спокойно вращать, двигать, как и раньше. Но, видите, эти значения у нас были полностью убраны из изображения. Предположим, я хочу изображение убрать еще в какой-то проекции. Например, вот в этой проекции мне это нужно. Точно так же можно выделить то же самое лассо, точно так же его нарисовать и точно так же попросить программу Fill Selection заполнить эти значения нулевым значением яркости. Ну, и вот я теперь могу уже получить такой разрез моего объекта. Видите, я могу посмотреть, что находится внутри него и более того, к сожалению, эта операция является разрушающей, стэк, который у меня был, теперь тоже содержит только эти значения. То есть, если вы это будете делать в просмотрщике ваших объектов, то в случае, если вы будете удалять какие-то значения, то ваш исходный стэк также будет изменяться. Давайте теперь посмотрим о том, поговорим о том, как быть, если нам необходимо объекты между собой какие-то объединять в один объект, потому что сейчас мы увидели, как их строить отдельно, если мы хотим посмотреть наоборот только пересечения между несколькими объектами или только то, что между ними не пересекается. Понятно, что сегментация, о которой мы говорили прямо в этой программе, она позволяла нам решить только одну задачу по яркости сказать, где у нас объект, где у нас фон. Но, как вы помните, для сегментации можем использовать разные подходы, не только яркость. Мы можем использовать, например, текстуру, мы можем использовать некоторые другие фильтры. Ну, и понятно, что ничто не мешает нам для этого 3D-вьювера использовать подход, когда мы вот этот стэк изначально сделаем бинарным, то есть у нас будет только объект и фон представлен. Давайте для простоты начнем с того, что мы сделаем этот стэк бинарным точно так же, как поступали с изображениями обычными через яркость. Через adjust threshold и здесь укажем, что у нас объект светлый, фон темный. Укажем интересующую нас яркость, например, вот такую где-нибудь. скажем apply для всего стэка целиком. Понятно, что мы теперь можем совершать бинарные операции. Я стэк инвертирую, чтобы у меня объект и фон был нормальный теперь. И в принципе мы можем сделать те же самые бинарные операции, которые у нас и были. Убрать мелкие объекты, например, залить отверстия и многое-многое другое. Например, для лучшей сегментации мы можем взять наш стэк, который у нас получился, инвертировать его, взять только объекты больше какого-то размера, чтобы убрать вот такие маленькие объекты, которые могут нам, например, не нужны были реконструкции, и даже заполнить отверстия. И в принципе мы теперь можем сделать с любой из этих картинок трехмерную реконструкцию, для которой мы теперь можем работать. На самом деле здесь реконструкция и проекция будут выглядеть примерно одинаково, потому что первый этап преобразования картинки всего лишь на два значения объектов мы уже сделали. Давайте посмотрим, как будет выглядеть теперь полученная нами проекция и реконструкция. проекция, которую мы получили, как видите, как я говорил, похожа на реконструкцию, у нас только два цвета, столько объект и фон, с ней гораздо удобнее работать, превращена она в реконструкцию может быть одним нажатием мышки при необходимости. С другой стороны мы теперь получили возможность сегментацию вынести из этого плагина и делать ее самостоятельно. В том числе и для возможностей получения только тех мест нашего трехмерного объекта, которые перекрываются между двумя моделями или наоборот которые присутствуют только на двух моделях сразу. Предположим, что у нас есть как здесь две структуры и есть между ними определенная колокализация и мы хотим увидеть например только те структуры которые колокализованы и более того померить например их объем. Помните на прошлом занятии мы с вами говорили о колокализации и рассматривали только цветовую колокализацию ну а теперь мы можем с вами попробовать сделать колокализацию в объеме по скажем проценту перекрытия структуры если нас это будет интересовать. прежде прежде чем мы перейдем к этому моменту нам нужно поговорить о бинарных операциях сложения исключения и исключающего сложения. Давайте предположим что у нас есть с вами две структуры представляющие собой просто для удобства два прямоугольника первой и второй тогда если мы будем с вами использовать операцию и которая оставит нам только те точки которые присутствуют в обоих изображениях изображение которое мы получим будет выглядеть так это вот этот маленький будет прямоугольничек находящийся на пересечении вот этих наших двух изображений если же мы захотим просто объединить с вами два объекта можем использовать операцию или и тогда видите у нас эти два объекта будут действительно как бы склеенными ну и последний вариант который здесь возможен при объединении объектов это операция исключающего или когда у нас остаются только те части объектов которые не перекрываются ну и понятно что если мы хотим просто объединить два объекта операция или нам подходит лучше всего если мы хотим оставить только колокализованные места объекта те которые перекрываются между собой мы можем использовать вот эту операцию и ну и если нас интересуют только не колокализованные например участки наших объектов можем использовать операцию исключающего или как это сделать и для стеков и для отдельных изображений достаточно легко мы уже использовали с вами калькулятор изображений и в калькуляторе изображений у нас с вами есть эти операции вот они и или исключающие или ну и давайте попробуем сделать это вручную убедиться что у нас получается именно такая картинка как мы с вами в демонстрации и увидели и давайте попробуем получить теперь для нашего изображения мозга на самом деле не мозга опять же головы мухи как раз таки вот такую картинку исключающего или то есть мы захотим сейчас с вами получить например объект только без мест где есть колокализация или давайте попробуем как раз сделать обратное взять только те участки которые полностью колокализованы для первого объекта мы уже построили такую сегментированную картинку давайте то же самое сделаем для второго я опять же буду дублировать чтобы не испортить точно так же как и раньше я первым делом сделаю трешхолдинг image adjust threshold попробую подобрать пока-то те значения которые мне больше всего подходят но вот какие-то такие значения мне кажется здесь будут очень хорошими apply для всего стэка да целиком мне это устраивает теперь я могу здесь сделать какие-то операции которые мне нужны расширить сузить все бинарные операции которые у нас с вами были мы их можем опять же использовать ну и конечно же мне теперь нужно инвертировать это изображение будет чтобы мы могли с ним нормально работать так же как и это после этого мы можем с вами сделать калькулятор изображений и оставить только те участки которые в данном случае будут взаимно перекрываться для удобства я переменую изображение вот это изображение назову call1 это назову call2 ну и давайте пойдем в меню процесс калькулятор изображений и в калькуляторе изображений выберем с вами операцию и только только те точки которые присутствуют на обоих изображениях то есть колокализованы у нас в итоге пойдут в полученный результат давайте запустим эту программу да для всех мы хотим посчитать имеющихся у нас срезов ну и пройдя теперь через стэк мы видим что у нас не все точки здесь из исходных стэков остались да осталось только вот например если здесь мы смотрим видите верхняя часть пропала она не колокализуется а вот все остальное осталось давайте попробуем для этого изображения получить точно так же трехмерную картинку и ради интереса можем сделать теперь наложение всех трех объектов разными цветами для этого мы их инвертируем использовать будем опять же плагин 3dviewer ну и каждому из них дадим свой цвет для того чтобы было удобно их смотреть для удобства я поставлю сейчас запись на паузу сделаю это быстро чтобы нам не ждать и посмотрим на результат изображение которое мы сами получили выглядит вот так можем поворачивать но как видно нам не очень хорошо даются сейчас колокализованные участки эту проблему можем решить сделав каждый из отдельных наших объектов с исключением желтого колокализированного прозрачными для этого помните можем пойти в меню редактирования и изменить для каждого из объектов прозрачность которую нам хотелось бы задать таким образом можем получить с вами вот такой вот объект где у нас прозрачными показаны наши исходные два объекта и желтым теперь очень хорошо видны зоны колокализации обоих меток в принципе подводный камень который здесь может встретиться это сложность выделения этих объектов пытаясь на них просто клинкнуть мышкой отдельный объект всегда можно выделить в меню edit select и вот название объектов которые мы с вами использовали для того чтобы добавить сюда в окно трехмерного визуализатора нашего в принципе можно если я захочу например объект первый выделить нажать прямо здесь и у меня тогда будет выделен именно этот объект я могу с ним работать менять именно его цвета прозрачность все что угодно таким образом мы с вами освоили возможности работы в визуализаторе трехмерных изображений 3d в ювере мы посмотрели как можно разные варианты визуализации совмещать вместе проекцию в данном случае реконструкцию понятно что если у нас реконструкция есть можем на ней произвести измерения например объем мы могли бы посчитать соотношение объемов колокализованного объекта к скажем каждому из наших исходных объектов например и естественно я не все рассказал естественно есть возможности визуализации здесь гораздо более широкие например здесь можно сверху наложить еще срез какой-то один можно разрезать ваш объект можно еще много чего сделать но это я думаю можно уже оставить на самостоятельное изучение при необходимости а вот то о чем нам нужно будет точно поговорить это дополнительные возможности сегментации потому что как вы уже увидели создать трехмерную реконструкцию сегментированных изображений не составляет большого труда если бы у нас была бы возможность автоматически очень быстро и удобно сегментировать какие-то изображения то проблема была бы в принципе в большой степени решена давайте посмотрим на дополнительные возможности о которых я еще пока не успел вам рассказать на предыдущем занятии и начнем мы с того что на самом деле вот этот ручной вариант подбора яркости чтобы их относить к фону или объекту может быть заменен неким алгоритмом причем алгоритм может учитывать как общую яркость то что мы делали с вами когда просто все значения картинки относили к фону или объекту так и разбивать картинку на маленькие участки и высчитывать вот этот вот трешхолд границу отнесения именно для каждого отдельного участка нашей картинки давайте я покажу вам как эти алгоритмы работают для этого мы возьмем вот эту картинку где фон неравномерный очень неудобный для сегментации и вручную мы могли бы подбирать каждый бы подобрал немножко по своему значение отнесения к фону объекту тем не менее в меню изображения в меню adjust у нас есть автоматический трешхолд то есть возможность автоматическое выставление такой границы и что очень удобно кроме того что выбирать какие-то имеющиеся здесь алгоритмы мы можем выбрать попробовать все это нам даст сшивку где все алгоритмы сделают свою работу и мы можем их сравнить чтобы выбрать нам наиболее подходящие что нам нужно здесь указать ну прежде всего что у нас объекты здесь не флюоресцентные то есть это не белые объекты на темном фоне а наоборот мы галочку эту с вами сняли и давайте посмотрим что мы в итоге получим вот монтаж изображений внизу у нас подписано каким алгоритмом это было отработано и здесь мне кажется вот алгоритм минимум наиболее хорошо наверное справился с задачей хотя многие другие алгоритмы тоже с задачей справились неплохо естественно выбор алгоритма будет зависеть от вашей картинки от условий ее съемки от объекта который вы хотите сегментировать но очень часто бывает что просто вот такой подбор вам полностью подходит что это означает что дальше например в ваших макросах или скриптах вы можете не заставлять пользователя подбирать вот это значение пороговое или не выставлять какое-то отдельное значение надеясь что все остальные изображения у вас будут сняты также а использовать алгоритм оценки изображения который автоматически вам поставит значение после которого у вас все будет объектом меньше которого все будет фоном например мне здесь может понравиться алгоритм ну вот алгоритм наверное Ли тоже неплохо справился с задачей. Можно попробовать него. Либо максимальной энтропии, но видите, правда, уголочек не очень хороший. Давайте посмотрим, как я могу теперь запустить именно этот вариант. Я опять же включу макросы, чтобы было видно, что у меня будет записано в этом окне. И для этого изображения я сейчас через меню Image, через меню Adjust выберу из автотрешхолда именно один вот этот вот единственный алгоритм Ли. Я укажу, что у меня объекты темные на белом фоне. Нажму ОК. Как видите, у меня произошла сегментация и вот макрос, который у меня позволяет это делать. Как видите, здесь нет отдельных чисел, значений каких-то. Здесь есть только алгоритм и параметры к нему. Если я буду открывать подобные же картинки с подобным же значением яркости и применять к ним тот же алгоритм, то я буду получать примерно такие же результаты. Давайте возьму другую картинку, которая, в общем-то, примерно похожа была на картинку этих эмбрионов по яркостям. И я, например, возьму и запущу этот же макрос. Давайте мы его создадим с этими же параметрами. Для этой же картинки мы теперь его с вами запустим. Вот наша картинка. Вот наш макрос, который мы скопировали. Ничего нового мы сюда не добавили. Run. Как видите, программа автоматически смогла нам подобрать такие яркости, чтобы объект был хорошо оттигментирован. Понятно, что дальше мы с ним можем уже легко работать. Что еще нам может быть здесь необходимо? Те алгоритмы, которые я показал, оценивали яркость глобальную. В некоторых же случаях у нас, например, может быть неровное освещение наших объектов. И нам бы хорошо разбивать наше изображение на маленькие участки, оценивать параметр для каждого из этих участков и применять его. Давайте посмотрим, как это можно сделать с использованием нашей программы. Откроем, опять же, некое тренировочное изображение, с которым сейчас будем работать. И теперь мы будем использовать image.adjust. и здесь, посмотрите, есть еще автоматически локальный threshold нанесение к границе. Давайте его выполним. И точно так же, у меня, правда, картинка цветная, мне придется ее в черно-белую перед этим превратить, чтобы программа не ругалась. Точно так же меня этот алгоритм спрашивает, хочу ли я уже указать какой-то мне известный локальный, либо я хочу попробовать все, ну и зная размер моих объектов, я могу задать радиус, на котором будет высчитываться этот локальный threshold. Опять же, объекты у меня темные на белом фоне, поэтому эту галочку снимаю. Давайте посмотрим, какие у меня получатся результаты. Как видите, алгоритмы, здесь даже вот видно это место, где рассчитывалось вокруг каждого объекта локальные яркости. Можно, опять же, подобрать какой-то алгоритм уже из алгоритмов, использующих локальные яркости. Вполне возможно, эта группа алгоритмов окажется лучше, чем группа алгоритмов, использующая глобальную яркость. Таким образом, у нас появилась возможность теперь использовать разные алгоритмы для получения вот этих автоматических уже на данный момент границ выделения объекта и фона. В некоторых случаях объекты могут быть очень сложными, и для их сегментации хорошей может понадобиться сразу же два алгоритма. Например, один алгоритм будет хорошо выделять сами по себе клетки, а другой алгоритм будет хорошо выделять между ними, например, границы. Давайте посмотрим вот на такую вот картинку и попробуем ее сегментировать. Понятно, что если мы ее, скажем, даже разобьем на каналы, то некоторые клетки у нас окажутся склеенными, хотя они хорошо разделены и покрашены здесь не цитоплазма, как видите, а цитоскелет, но в лоб решить вот такую картинку не получится. И предположим, еще на этой картинке нас будут интересовать сразу же две структуры, сами по себе клетки и ядра. Давайте первым шагом мы с вами получим два сегментированных изображения, где у нас будут останутся только клетки, на самом деле их цитоскелет это только ядра. Опять же, я сделаю дубль этих картинок, чтобы мне их не испортить и сделаем с вами такое выделение. Понятно, что так как картинка цветная, разбиение на красный, зеленый и синий не поможет, но мы можем использовать с вами трешхолд цветовой. Давайте мы это сделаем. Будем использовать границы цветов, чтобы здесь были выделены, скажем, у нас клетки без ядер. Например, как-нибудь вот так. Дальше можем сказать анализ, анализ частиц и мы можем захотеть здесь оставить только маски. Нам не нужно ничего, не добавлять ничего, нам нужно только показать получившиеся маски с этого изображения. Вторую давайте получим картинку, где мы выделим точно так же теперь только ядра. Ну, или, например, вообще все клетки целиком. Такое тоже нам может быть полезно. и третья картинка, например, нам может быть полезна, если нам понадобится именно отдельно ядра. Например, мы захотим посчитать с вами соотношение ядерно-цитоплазменное или какую-то другую задачу поставить. Точно так же можем выделить теперь только только их. Сейчас попробуем подобрать остальные параметры, чтобы это было. наиболее достоверно и хорошо сделано. Анализ частиц маска. В итоге у нас с вами есть несколько масок, с которыми мы можем работать. И ни одна из этих масок не позволяет нам отдельные клетки выделить, потому что, видите, есть такие мостики, где эти клетки соединяются. Даже при таком, казалось бы, хорошем выделении нам разделить клетки сейчас не получится. Мы можем, конечно, сделать на одну точку, например, уменьшение, потом увеличение клеток, но тогда у нас пострадают вот эти клетки, что тоже нам не даст такой возможности с ними хорошо работать. Однако, мы можем с вами использовать несколько других подходов. Прежде всего, мы с вами можем вот эту получившуюся маску, например, использовать для получения как раз-таки границ между клетками. Давайте мы эту маску преобразуем в карту эвклидовых расстояний, так как это бинарная маска, мы можем это сделать достаточно легко, вот таким, например, образом. И после этого мы можем найти с вами максимумы на этой карте. Причем это можно сделать разными способами. Например, мы можем для того, чтобы маска у нас получилось лучше вначале сделать какое-то небольшое размытие этой картинки, либо можем применить какой-то другой фильтр. Например, можно увеличить немножечко размеры отегментированных у нас ядер, наложить их на картинку нашего цитоскелета клеток. Мы уже с вами делали такое объединение, поэтому давайте это как раз и выполним. Картинки бинарные, мы это можем делать очень легко. давайте делаем ширение ядер. Давайте вот эти две картинки теперь с вами объединим. Для этого можно использовать калькулятор изображений. Цитоскелет, ядра и операция у нас или и то и другое нас устраивает, поэтому либо первая, либо вторая картинка если имеет объект, то то, что у нас получится нас будет в принципе устраивать. Как видите, в отличие от выделения, где мы выделяли только клетки отдельно, вот здесь есть некоторые такие отверстия, которые нам мешают, здесь же мы получили картинку несколько лучшего качества. Теперь мы можем использовать операцию закрытия отверстия на этом соображении изображения, можем преобразовать эту картинку в изображение, где у нас будут использованы дистанции от края картинки до соответственно центра объекта, таким образом, что чем дальше от края, тем темнее будут точки. После этого на этой картинке мы сможем найти максимумы, которые будут соответствовать каждой клетке, и оттегментировать эти участки. Давайте мы это с вами сделаем. Я немножечко сделаю эти частички по опрятнее, можно их расширить, можно их использовать, например, фильтр медианный. теперь я могу использовать бинарные операции и здесь у меня есть карта расстояний и на этой карте расстояний теперь можно выделить отдельные области при помощи поиска ярких частиц. Процесс Find Maxima здесь мы говорим, что у нас белый фон. Выбираем подходящее значение, так чтобы каждая клетка, которая у нас есть, была отмечена и выбираем здесь функцию Segmented Particles отдельные частицы, но оттигментированные. Получаем вот такую интересную картинку, где у нас объединены границы каждой нашей частички. Если это сделать аккуратно, то видно, что действительно у нас выделены границы, на которых оказываются клетки. И в принципе теперь, если мы захотим их оттигментировать, первое изображение хотим перевести для удобства, к примеру, в черно-белые, вот мы получили наши клетки, но сегментировать в таком виде сложно. Если мы сейчас просто будем использовать сегментирование по яркости, видите, они опять оказываются слитыми, в общем, здесь есть проблема. А вот если мы теперь с вами используем вот эту получившуюся у нас картинку, для того, чтобы перенести эти границы на это изображение и использовать их уже для сегментации внутри этих границ, собственно, границ клетки, это будет гораздо проще. Как мы это можем сделать? Давайте мы эту картинку из бинарной, где у нас 0 и 255, превратим тоже в бинарную, где у нас будет только два значения, 0 и 1. Сделать это можно очень просто, можно просто поделить на 255, например, либо можно сделать следующее, можно вычесть 254 всех значений от 0, сколько не вычитаем, а только в целых числах работаем, в положительных будет 0, а вот это у нас тогда станет единичкой. Значит, это можно сделать через процесс, через математику, через вычитание, и здесь можно сказать 254. Картинка, как видите, у нас практически пропала, но если мы теперь воспользуемся, например, окном, чтобы можно было посмотреть все-таки эти значения, которые мы с вами получили, скажем, автоматически. Видите, она осталась, просто значение у нас теперь здесь единичка, между ними 0. Ну и что мы теперь можем сделать с картинками? Мы с вами получили предварительную сегментацию клеток, но она захватывает не только клетку, но и пространство вокруг нее. С другой стороны, хорошо разделяя клетки. Мы сейчас домножим эту картинку на эту картинку. Домножение на единицу у нас не изменит никаким образом значение, домножение на 0, естественно, превратит вот эти значения равные 0. И у нас получатся эти границы очень хорошие. Мы теперь сможем при помощи сегментации хорошо эти отдельные, например, клетки при необходимости выделить. Давайте просто перемножим эти два изображения. я их вначале переименую, чтобы мне не запутаться. Эту картинку давайте мы назовем mask1, первая маска. Ну, а это у нас так и останется exercise10, хотя можно переименовать его тоже в cells для сегментации, чтобы не запутаться окончательно. Берем точно так же наш калькулятор изображений. Выбираем с вами теперь эти две картинки. Первая картинка у нас будет mask1, вторая картинка у нас будет cells7. Операция, которую мы хотим сделать умножение. И после этого мы с вами получаем изображение, где у нас как раз наши клетки обведены вот такой вот границей. И давайте теперь попробуем отсегментировать вот это изображение. Точно так же пойдем в изображение just threshold. Ну, посмотрите, так как мы с вами провели границу между этими клетками, и эта граница у нас абсолютно точно равна нулю, то мы видим, что в тех местах, где раньше бы у нас эти клетки были бы слипшимися, даже если мы будем теперь увеличивать яркость, видите, мы эти границы также с вами сохраним. И теперь мы можем уже более аккуратно подобрать границы, чтобы клетки были сегментированы целиком, не боясь того, что эти клетки окажутся слитыми между собой. Можем сказать теперь apply, получить вот такие уже сегментированные части, теперь мы можем в принципе на этой бинарной маске опять же закрыть отверстие. Ну и давайте попробуем эту бинарную маску перенести на исходное изображение, посмотрите насколько хорошо у нас теперь сегментация с вами прошла. Анализ, анализ частиц, и мне здесь будет интересовать только добавление в менеджер выделений. Я теперь открываю исходную картинку для сравнения и попытаюсь перенести на нее наши результаты сегментирования. Как видите, в данном случае даже на такой сложной картинке на весьма сильно пересекающихся клетках мы получили очень неплохое сегментирование. Где у нас каждая клетка сегментирована отдельно. В том случае, если как видите здесь наверное все-таки изображение было конфокальным судя по качеству, какая-то клетка не до конца снята где-то у нее дров выше или ниже тоже сегментирована. Вот подход, который позволяет во многих случаях решить проблему сегментации плотно расположенных частиц, если есть возможность их разделить вот таким способом. Опять же, почему мы это рассматриваем с вами в части по трехмерному представлению данных, потому что сегментация это на самом деле самое сложное, что у нас есть. Если мы хорошо можем сегментировать изображение, как вы видели, сделать после этого трехмерную картинку, будь то проекция, будь то уже реконструкция, сложности никаких не представляет. Ну и последний подход к сегментации, который мы с вами должны рассмотреть это сегментация с использованием нейрональной сетки, которую можно тренировать на распознавание различных изображений. Вернее, распознавание различных частей нашего изображения. Она идет по умолчанию в составе вот этой нашей фиджи. Давайте откроем какую-нибудь достаточно сложную картинку, ну например вот такую. И мы уже помним, что со сложными картинками сейчас она откроется, со сложными кислородическими картинками очень сложно подобрать параметры так, чтобы сегментация прошла хорошо. Обычно возникают какие-то сложности. Ну например вот такая вот картинка. И мы хотим натренировать нейронную сеть для того, чтобы она смогла распознать к примеру два класса тканей. Вот эти клетки ярко окрашены и вот эта вот часть, которая имеет гораздо меньшую окраску. Чтобы это не приходилось вручную отмечать плюс, она бы еще распознавала фон между ними. Как это может работать? Ну мы уже с вами видели множество различных фильтров, которые позволяют выделять например фон нашего объекта, которые позволяют выделять например то, что может относиться к ярким перепадам яркости, контрастности и так далее есть целые прияды различных фильтров. И мы можем обработать наше исходное изображение многими-многими-многими-многими из этих фильтров. Дальше мы можем подать для каждой точки изображения на вход нашей нервной сети точку, которая получилась после обработки всеми этими фильтрами. То есть вот у нас например фильтр 1, 2, 3, 4, как-то видите есть отдельные точечки, их очень-очень-очень много. И для каждой точки изображения у нас есть вот такая последовательность. Понятно, что если у нас есть какая-то закономерность между точками, а собственно говоря почему мы их нагластое видим, что позволяет нам отсегментировать такую же закономерность может увидеть и вот эта сетка, распроставляя между собой классы различных точек, которые мы можем с вами на изображении отметить и разделяя их таким образом, чтобы дальше на изображении сегментация получалась более-менее правильной. То есть мы даем исходное изображение, программа его обрабатывает многими-многими-многими фильтрами. Дальше для каждой точки изображения, которую мы отметили на нашем изображении, она строит такую классификацию. Предположим, мы отметили, например, если у нас изображение такое действительно с электронной микроскопией, мембраны, понятно, что они всегда должны быть темные, они должны быть яркие, контрастные, например, митохондрия, понятно, что она имеет свою внутреннюю структуру, и, например, какой-то фон, понятно, что он тоже должен быть по-своему как-то виден, то понятно, что для каждой группы этих изображений будет какая-то закономерность. Мембраны, они обычно будут на такой картинке темные, они обычно будут протяженные, они будут иметь опять какую-то ориентацию и так далее. И, соответственно, набор вот этих фильтров для каждой точки будет давать какую-то схожую картинку. Для метахондрии будет какое-то свое. Ну и для фона какое-то свое третье. Давайте попробуем теперь с вами запустить программку, которая позволит нам сделать такую сегментацию. Находится она в меню плагины. В меню плагины есть под меню сегментация и в ней есть вот два пункта. Тренибл в Эко Сегментейшн либо для двухмерного, либо для трехмерного. Так как у нас картинка, с которой мы собираемся работать, она двухмерная, мы с вами запустим этот вариант. После загрузки он взял в окно этой программы нашу картинку. И первое, что нам нужно сделать, нам нужно, создав несколько классов нашего изображения, пускай у нас будет еще один класс background, например, называться, наше изображение классифицировать. Для этого любым из инструментов выделения мы должны выделить области, которые мы считаем относятся к каждому классу. Пускай первым классом у нас будут вот эти вот области, которые нас интересуют. И мы их сейчас с вами как раз и добавим. Все, что нам нужно сделать, нам нужно вручную их обвести. Не обязательно даже целиком, не обязательно все. Добавим в класс первый. Где-то мы с вами еще такую же область отметим. Тоже добавим в класс первый. Ну и где-нибудь еще. Понятно, что такой же тип ткани встречается еще и сверху нашей структуры, что нам в принципе конечно может быть интересно, но давайте вручную пока его выделять не будем. Посмотрим, как сможет нам программа потом его оттегментировать. Второй тип ткани мы возьмем вот здесь. Его очень легко будет выделить. Ну и еще где-нибудь тоже его выделим. И третьим типом у нас будет фон. И также мы будем считать, что фоном у нас является окрашенная белковая масса внутри этих областей. Предположим, нас не интересует, мы ее хотим в виде фона вычесть. После того, как мы задали вот такую сегментацию для обучения нашей программы, мы должны нажать кнопочку Train Classifier. Это займет некоторое время. На время тренировки я запись поставлю на паузу, чтобы не тратить пять минут времени. И по окончании работы классификатора наше изображение вот таким образом оказалось разделено на отдельные классы. Как видите, программа практически нигде не ошиблась, но если бы нас что-то не устраивало, мы могли бы теперь дополнительно подклассифицировать изображение. Например, здесь видите, кое-где внутри вот этих областей программа решила, что это такой же тип ткани, как и вот здесь. Давайте мы это исправим. Мы с вами выделим вот эту область и добавим ее опять же так как у нас. Мы считаем background в background. Ну и где-нибудь здесь, чтобы программа тоже поняла, что это в принципе нам область неинтересна. И попробуем еще раз сказать для нашего классификатора теперь переинтенироваться с учетом внесенных вот этих вот поправок. Опять нажимаем Rage, опять ждем некоторое время. Ну и как стало видно, в этом случае программа допустила гораздо меньше ошибок. Мы можем сказать, что здесь еще есть несколько ошибок с выделением вот этих вот областей, которые явно относятся к первому типу нашей ткани. Давайте мы их также отметим и скажем программе учесть их в тренировке. Ну и вот здесь вот тоже небольшая ошибка была программа наша допущена. Также в первый класс добавим это дело. Вроде больше нигде особых ошибок я даже уже и не вижу. Давайте попробуем еще раз запустить тренировку нашей программы. Посмотрим к чему это приведет. Ну и как видно всего три поправки для этой программы позволили ей автоматически уже классифицировать ткань. Мы можем нажать вот здесь вот тоггл overlay чтобы посмотреть исходное изображение и места которые мы выделили для тренировки. Видите очень немножко на изображение. Можем вернуть overlay и вот что у нас получилось. Если у нас есть картинки снятые точно так же мы можем сохранить классификатор который мы с вами делали чтобы нам не нужно было тренировать нашу модель еще раз и дальше можем открыть следующую картинку сказать загрузить классификатор и она обработает нашу картинку таким же образом. Более того мы можем теперь получить с нашего изображения уже готовую например картинку по сегментированную для дальнейшей работы. Сделать это можно нажав вот здесь вот apply classifier и после этого мы можем получить с вами это изображение. Давайте посмотрим что у нас получится скажем здесь create result нам создала вот такую вот картинку. Соответственно apply classifier позволяет нам при необходимости применить такую классификацию к другим изображениям. Если у нас несколько изображений в стеке есть например или несколько картинок в отдельной директории он их обработает либо если мы нажмем прямо здесь же create result вот результат сегментации нашего исходного изображения. Как видите конечно можно еще немножечко поправить но в общем и целом сегментация прошла достаточно неплохо. И один раз натренированная программа на подобных изображениях будет давать все время один и тот же результат. То есть она не является случайной программой она будет давать такой результат постоянно. Понятно что теперь если мы научились классифицировать изображения на нескольких картинках из стека предположим у нас серийные препараты сделаны таким образом то натренировав на нескольких препаратах из серии программку запустив ее для всего стека дальше мы можем из вот такой картинки совершенно простым способом получить уже трехмерную реконструкцию и измерять размеры этих структур в трехмерном виде что у нас получилось значит мы с вами смогли поговорить о дополнительных возможностях сегментации изображений во первых мы поговорили о автоматическом выборе яркости которая является переходной между объектом и фоном для глобально всего изображения либо ли о каких-то локальных частей этого изображения мы с вами поговорили о возможности использования этих алгоритмов отдельно в том числе и в скриптах мы поговорили о возможности сегментации с использованием дополнительной маски наносимой уже поверх исходного изображения помните мы с клетками вначале выделили границы которые точно должны проходить между этими клетками там где они могут пересекаться доложили эту маску на исходное изображение и сегментировали исходное изображение не боясь уже за то, что при определенных значениях у нас могут объекты начать сливаться. И мы поговорили с вами о сегментации с использованием так называемой нейронной сети, которая позволяет нам при необходимости натренировать нашу программу для автоматического распознавания отдельных частей нашего препарата. Ну и после распознавания, соответственно, выполнение сегментации для той же самой трехмерной, если мы хотим уже говорить о реконструкции. И нам осталась самая большая часть сегодняшнего занятия. Это использование плагина TrackEM2. На самом деле плагином его назвать, наверное, даже не очень справедливо. Это такой отдельный продукт. И, скорее всего, это он уже использует частично как раз-таки Fidja. Что он на себя представляет и чем этот плагин интересен? Этот плагин разработан изначально для работы с электронно-микроскопическими изображениями. Но, конечно, можно применять и на любые другие картинки. И сделан он в связи с тем, что, к сожалению, классифицировать вот такие картинки для электронной микроскопии даже предыдущим классификатором, который мы можем тренировать, достаточно сложно. И самым надежным способом сегментации изображений для электронной микроскопии остается вручную обведение этих структур натренированным человеком. К сожалению, пока все остается вот так. Внутри этой программы есть несколько модулей. Первый модуль, который нас будет интересовать, это модуль выравнивания. Понятно, что если вы, например, сделали серийное изображение электронной микроскопии, то полученные картинки между собой не являются хорошо выровненными. Какие-то из них сдвинуты, повернуты, возможно, даже при разном увеличении сняты. И их необходимо прежде всего в составе вот такого стека изображений регистрировать. Мы говорили с вами о том, что у нас есть плагины, выполняющие такую регистрацию автоматически. К сожалению, не всегда не выполняют хорошо, хотя во многих случаях она вполне достойная. Но в этой программе есть возможность, как использовать такую же автоматическую регистрацию, запустить те же самые плагины, о которых мы говорили, либо вручную сорегистрировать несколько изображений друг с другом. Это на самом деле бывает полезно не только для электронной микроскопии, но и, например, если у вас есть несколько серийных изображений, покрашенных, к примеру, для оптического микроскопа разными метками, разными первичными антителами. И вы хотите посмотреть, как у вас эти препараты друг относительно друга споставляются. Понятно, что если срезы тонкие, то расширяются они немножечко по-разному на водяной бане, пока вы их расправляете. На стекло, когда вы их монтируете, возможно, тоже искажения. Ну и, конечно, вариант, который позволяет вручную эти отдельные картинки вот так вот выровнять, он достаточно, может быть, удобен не только электронной микроскопии. Таким образом, первая часть, которая здесь есть, это выравнивание картинок. Вторая часть, не менее важная, которая здесь присутствует, это возможность обвести эти изображения, то есть сегментировать. Ну и третья, это, соответственно, возможность трехмерной реконструкции запуска обведенных вами участков в том же самом 3D-вьювере, который мы уже с вами видели. Несколько замечаний по поводу этой программы. Опять же, я не смогу рассказать все ее возможности, они гораздо шире того, что будет в нашем курсе, поэтому на этом слайде приведены ссылки на два ресурса, на которых есть очень подробное объяснение. Второе замечание. Эта программа очень не любит русских имен и пробелов в пути к данным, с которыми вы работаете. Поэтому лучше завести отдельный диск и прямо в какой-то директории этого диска, либо, может быть, даже в корне этого диска, если это какой-то флеш-накопитель, например, разместить все данные, с которыми вы будете в этой программе работать. И последний момент. На некоторых видеокартах, к сожалению, у этой программы есть такая неприятная особенность. Она не позволяет отобразить эти объекты в 3D-вьювере, в просмотрщике. То есть вы можете их выгрузить в отдельный стэк, дальше в просмотрщике они совершенно замечательно открываются. Но из программы в меню они почему-то не хотят появляться. Я покажу вам небольшой скрипт, который позволяет исправить досадную ошибку. К сожалению, не совсем понятно до сих пор, когда эта ошибка возникает, на каких компьютерах она есть, на каких нету. Но я в любом случае дам возможность эту ошибку исправить. Итак, программка TrackEM2, как с ней работать и что нам для этого нужно. Прежде всего, она является комплектной программой к FIDGE. И для создания такого проекта TrackEM2 нам нужно будет пойти теперь уже не в плагины, а в меню файл, новое. И здесь, как видите, есть пункт TrackEM2, blank, пустой. Еще есть FromTemplate из какого-то уже известного шаблона. У нас шаблонов сейчас применяться не будет, мы возьмем с вами пустой проект. Как я уже говорил, создание такого проекта должно находиться в пути, где нет русских букв. Давайте я возьму какой-то диск, где у меня нет русских букв. Создам здесь какую-то директорию, TRKEM, например. И укажу ее в качестве рабочей директории для этого плагина. После этого у меня откроется достаточно много отдельных окон. Сейчас я их сделаю видимыми. И попробую немножечко изменить их размеры, чтобы они все уложились у нас на окно, в котором будет идти трансляция. Не пугайтесь такого количества окон, я расскажу сейчас, что каждое из этих окон значит. Первое окно вот это. Здесь будут появляться срезы, которые мы будем добавлять в нашу программу. Причем между ними здесь же можно задать интервал, то есть толщину среза, которая была. Если какие-то срезы у вас пропущены, можно задать просто пустое место между ними. И здесь можно выровнять, перенести, переименовать и так далее. Вот это окошечко. Объекты вашей реконструкции. И вот это окошечко – это шаблон, что вы собираетесь реконструировать, как это будет называться. Например, вы хотите реконструировать клетку. Которую можете обвести. И у этой клетки может быть еще, например, внутри митохондрия. И каким-нибудь там, например, визикулы. И вот это все можно здесь добавлять вот в такой состав. Вот у нас есть клетка, эреалист, митохондрия. К ней можно также добавлять отдельные уже части. Например, клетки можем добавить. Эреалист. Это мы тогда удалим. Метахондрия у нас тоже является структурой достаточно большой. Мы можем ее реконструировать как отдельную плоскостную структуру. Поэтому здесь выбираем эреалист. Ну и, например, у нас еще мог быть, к примеру, внутри клетки. Метахондрию в клетки можно перенести и сразу же будет. Например, можем сюда добавить еще внутри клетки, кроме митохондрия. Давайте я ее все-таки сразу сюда перенесу. Я немножечко ошибся при ее создании. Мне придется здесь ее удалить. Внутри клетки создать. У меня могут быть внутри клетки еще, например, синаптические визикулы. Они достаточно маленькие. Может быть, мне не будет интересовать их реконструкция в трехмерном виде. В виде отдельных визикул. Они все круглые и одинаковые. А, например, меня может интересовать реконструкция их в виде отдельных точек, сфер, в какого-то размера. Поэтому давайте добавим, соответственно, например, визикулы. Но в них добавим в виде подпункта уже не эреалист, то есть не то, что мы можем восстанавливать, а вот был шарик. И меня могут интересовать, например, внутри моей клетки какие-то элементы цитоскелета. Понятно, что они достаточно тонкие. Опять же, их восстанавливать по каждому слою, вводя, наверное, смысла нет. Но можно их восстановить в виде таких вот кабельных структур протяженных. Поэтому давайте сделаем, например, какая-то будет микротрубочки называться, к примеру. И мы можем здесь добавить уже вариант полилинии или трубы pipe. Вот мы с вами создали шаблон того, что можем реконструировать. Можем реконструировать клетку, которая имеет какую-то площадь, внутри которой есть митохондрия, которая тоже имеет какую-то площадь, внутри которой могут быть визикулы, которые мы можем реконструировать в виде шариков. И у нас есть какие-то, скажем, микротрубочки, которые мы можем в виде вот такого вот кабеля реконструировать. Теперь нам необходимо поместить в нашу программу стэк с нашими срезами. Вот они у меня открыты. Мы уже работали с этим стэком, выравнивали различными плагинами, но теперь попробуем выровнять их в этой программе. Для того, чтобы добавить в эту программу этот стэк, можно нажать другую клавишу мышки. Здесь у нас есть возможность выбрать импорт. И вот есть возможность импорта стэка. После чего он нас спросит, откуда мы хотим этот стэк получить. Либо из файла OpenStack, дальше у нас файл спросит, либо вот у нас уже есть открытый стэк и мы открываем из него картинки. После этого у нас спрашивает, какое у нас расстояние между отдельными срезами. Так как это все в нанометрах откалибровано и здесь один нанометр это один пиксел. Соответственно, у нас среза 70 нанометров. Поставим здесь это значение и мы будем это импортировать как один срез на один слой. Говорим ОК. Программа нам говорит, что в исходном стэке у нас толщина среза указана была 1, что неправильно. Мы хотим 70, хотим ли мы это сделать для каждого среза? Да, несомненно, хотим. Теперь исходный стэк можно закрыть. И то, что можно сразу же сделать, чтобы уже не бояться за наши данные, можем прямо здесь сказать, что мы хотим сохранить наш проект. Сейф. Внутри нашей папочки он попросит нам указать имя. Пускай будет версия 1 у нашего восстановления. И теперь у нас в этой папке сохранено и вот это изображение, весь стэк, по которому можно на самом деле пройтись. И мы можем его еще и увеличить, чтобы он у нас был нормально теперь виден. Мы можем теперь начать выравнивать эти изображения для работы и сможем также сюда добавлять те структуры, которые мы хотим реконструировать. Ну и первое, что нам нужно сделать, нам нужно этот стэк выровнять. Для этого нам придется перейти в меню, которое здесь вот в этой части есть, которое будет называться Layers, слои. Но перед этим мы должны убедиться, что в этом меню Patches у нас снята галочка блокировки слоев Lock. Ее нужно снять. Если у нас Lock не снят, то тогда мы не сможем двигать отдельные срезы относительно друг друга. В принципе, можем выделить это все и здесь в меню Link сказать Unlink All. Тогда мы с вами сможем снять замочек, видите, со всех, со всех, со всех, со всех кадров. Вот один только кадр у нас остался. С него тоже мы сейчас Lock снимем. Unlock. Все. Они у нас не имеют теперь вот этой цепочки, Link. И мы можем их двигать отдельно. Плюс здесь же мы можем их увеличить, нажав клавишу Ctrl и держа ее, и колесиком мыши увеличить картинку до пределов, которые нам удобны будут для дальнейшей работы. Теперь, когда мы идем по этому стэку, видите, мы можем проходить по нему целиком. И вот теперь мы переходим с вами в слои Layers. И можем попросить нашу программу раскрасить эти слои в разные цвета. Например, слой, с которым мы будем работать, у нас будет, к примеру, одного цвета, а слой, который у нас находится ниже другого. Теперь я могу один из слоев перетаскивать относительно другого и таким образом их выравнивать. Давайте мы опять вернемся в слои. Видите, зеленый слой, который сверху, тот слой, который меня интересует. Ну, понятно, что выравнивать лучше в обратном порядке. И тогда мы можем перейти, например, на второй слой и сказать, что как раз-таки красный мы хотим видеть слой над ним. И вот таким образом выравнивать их, переходя все ниже и ниже. Что еще очень удобно здесь можно сделать? Если я хочу применить теперь выравнивание, которое я делаю, ко всем остальным слоям, которые находятся ниже. Я могу использовать здесь функцию, которая позволит мне передвинуть эту картинку и дальше сказать программе, что все ниже лежащие слои я хочу изменить или подвинуть таким же образом. Для этого мне нужно будет пойти в меню, которое есть на этом изображении. Нажимаем правую клавишу мышки. Идем здесь в Transform. И Transform, это, собственно говоря, смещение и другое преобразование. У нас есть афинный и нелинейный. Ну, нас сейчас интересуют именно афинные в начале изменения. Нажимаем вот сюда. Либо на клавиатуре можно нажать T. После чего мы можем этот срез, как видите, перетаскивать. У нас появилась еще одна возможность. Мы можем теперь его еще и вращать. Взяв все за эту ручечку и каким-то образом его повернуть так, чтобы он был наиболее хорошо сориентирован. Предположим, нас устраивает такой вариант, как мы и сделали. И можем сказать, что мы хотим, нажав другую клавишу мышки, применить такую трансформацию до последнего слоя. То есть, начиная от этого среза на все слои ниже, у нас теперь они будут, видите, точно так же выровнены. Да, то есть, я вот один слой оставил, первый неподвижным, второй слой я сдвинул, и все слои ниже, видите, у меня также сдвинуты. Теперь я могу пройти всю нашу пачку изображений, таким же образом выравнивая слои. Я делаю так, чтобы у меня верхняя картинка была, например, красной. Иду ниже, выравниваю таким образом. Либо я могу, если мне это удобно, нажать клавишу T, перетащить картинку так, как мне нужно. Может быть, ее повернуть. И сказать, что я хочу теперь все, что ниже, точно так же изменить. Перейти ниже, нажать T. Переместить мою картинку, чтобы она была достаточно хорошо видна. Другую клавишу сказать, опять же, до последнего слоя. Ниже, точно так же T. Ну и сейчас я выровняю всю эту пирамиду изображений. Очень удобно, если у вас на изображении есть какая-то структура, которую вы точно знаете, что она идет абсолютно ровно. Тогда, конечно, это сильно упрощает задачу. Потому что выравнивать, вот как я сейчас выравниваю отдельное изображение, ориентируясь на вот этот один всего лишь аксончик, я, конечно, могу немножечко ошибиться. В связи с тем, что он может как раз идти не очень ровно. То есть тут есть значительная доля, скажем так, неопределенности, которую нужно решить заранее. Но так как у меня практически вся ткань так же сдвигается, ведь у меня не только этот аксон совпадает, на который я выравниваюсь, но и остальные куски ткани тоже, то я могу считать, что, в общем-то, наверное, я выравниваю изображение достаточно правильно. Ну вот у меня выровненные картинки. Да, я сейчас продолжу еще это выравнивать. Ну, чтобы сэкономить время, я тогда, наверное, поставлю видео на паузу, пока я не выравниваю весь стэк так целиком, потому что это абсолютно такая рутинная монотонная работа. Прошло где-то две минуты. Мне удалось теперь вручную выравнивать весь этот стэк. Как видите, я его выравнивал в основном вот по этому вот образованию. Так как здесь есть синаптические контакты, с этой стороны есть пузырьки, это, скорее всего, аксон. Ну, и вот дальше, если мы его проследим, он теперь, видите, идет ровно. Плюс я выравнивал так, чтобы остальные части этой ткани тоже совпадали достаточно хорошо. Видно, что стэк был не очень ровный, теперь он стал гораздо лучше. Теперь на этом стэке мы можем с вами отметить отдельные структуры, которые мы захотим с вами восстанавливать. Для этого нам нужно будет вернуться вот к этому окошку и перенести в нем все структуры, которые мы собираемся реконструировать. Начнем мы реконструкцию, наверное, с клетки целиком, нажав вот здесь вот два раза. После чего мы сможем с вами при помощи вот такого вот пера нашу клетку выделить. Мне очень нравится вот этот аксончик с этой стороны, я начну его тогда, собственно говоря, сразу же и выделять. Я нажал клавишу мышки, просто тащу ее, обрисовываю структуру, которую я хочу восстановить. И после того, как я замкнул контур, я могу нажать клавишу Shift, кликнуть внутрь, и у меня этот контур будет залит. То есть, также могу пойти на следующий рисунок, точно так же обвести эту структуру, точно так же кликнуть внутри, и она зальется. Если я сделал что-то неправильно, я могу всегда исправить эту ситуацию, сделав вот так, нажав клавишу Alt, и клавиша Alt позволяет мне, например, внутри моего объекта сделать отверстие. То есть, оно будет реконструировано тогда как отверстие. Либо скалываю Shift, клик, я могу это закрыть. Плюс к этому, если я буду держать клавишу Shift, нажатой, когда я колесиком мыши работаю, видите, у меня меняется зона, которую я буду заливать. Я могу либо очень маленькие объекты реконструировать, либо достаточно большие. Если я буду держать клавишу Ctrl, я могу увеличить картинку, чтобы здесь точнее сделать это выделение, например. Таким образом, клавиша Alt – это стирание, клавиша Shift и клик – это заполнение, Shift и колесико – это увеличение кисточки, с которой вы работаете, Ctrl колесико – это приближение, удаление нашего объекта. Давайте я так обрисую теперь эту структурку целиком. На самом деле здесь есть функция заполнения между двумя-тремя срезами, то есть если у вас структура идет примерно ровно, вы можете пропускать каждый второй-третий срез и попросить программу интерполировать между этими двумя срезами значения. Но я упущу эту возможность ее объяснения на данный момент, приостановлю запись и точно так же рутинно обведу эту структуру целиком на всех срезах этого стека. Мне удалось обвести данную структуру целиком. И теперь мы можем с вами нажать другую клавишу мышки на ней и сказать Show in 3D. И она покажется у нас в уже нашем просмотрщике трехмерных изображений. Вот эта структурка у нас показалась. Вот в таком вот она виде представлена. Естественно, мы можем теперь сделать ее покрасивее, мы можем ее при необходимости сгладить. Это все тот же самый 3D Viewer, поэтому здесь мы точно так же можем сказать сгладить. Контролируемое сглаживание. И поставить, например, там 20, 30, 40, сколько хотите, итерации для сглаживания. После чего реконструируемый нами объект станет уже более таким обтекаемым. Но пока мы реконструируем только один объект, и здесь уже может быть небольшая проблема, которую, возможно, придется решать. Я пока не могу понять, на каких именно компьютерах это происходит, но иногда при запуске этого плагина, при попытке показать трехмерную версию, почему-то она не отображается. И тогда вам придется запустить редактор макросов, с которым мы уже с вами знакомы. У меня, так как все это отображается, у меня эта программка, естественно, выдаст ошибку. Но вам придется открыть редактор макросов, вам придется скопировать вот такую небольшую программку. Ссылку на нее я приложу в описании к данному видео на YouTube. Это не мое авторство, это взято из переписки еще позапрошлогодней, где эту проблему также у некоторых людей появлялась. И тогда вам придется, если вдруг у вас после нажатия на 3D ничего не происходит, программку поставить, выбрать здесь язык программирования Python, она написана на Python, и нажать здесь Run. Что делает эта программка? Она добавляет вот сюда в список структур, вашу структуру, которую вы только что реконструировали. На некоторых компьютерах это совершенно нормально работает, на некоторых придется программку запускать. Я думаю, что к следующей версии трекиема это поправят, и эта досадная проблема будет решена, пока придется обходиться таким образом. Итак, мы с вами смогли одну из структур полностью реконструировать. Давайте попробуем реконструировать вторую структуру. Возьмем еще какую-нибудь клетку, которая нас здесь интересует. Вот, например, здесь клетка с митохондрией есть, хотя она немножечко и обрезана. Или вот есть еще тоже клетка с митохондрией, вот такая красивая. Можно попробовать ее восстановить. Для этого мы можем создать здесь еще один вариант. Например, это у нас была, пускай будет клетка 1. Давайте здесь создадим, пускай это будет клетка 2. Давайте ее переименуем. В эту клетку 2 мы можем точно так же добавить элемент клетка, добавить area list, то, что нам позволит теперь сегментировать. Два раза сюда кликнуть. И теперь мы можем с вами восстановить какую-то другую структуру. Например, вот клетку, которая нам здесь нравится. Если нам хочется, чтобы мы могли различать эти структуры в момент, когда мы их с вами обводим, мы можем поменять цвет области, которую мы с вами сейчас используем. Для этого нам нужно будет выбрать меню, где у нас выделена эта область. Вот она. И здесь выбрать другой цвет. Либо это можно сделать еще несколькими способами, но это самое простое, что мы можем себе позволить. Соответственно, нажимаем здесь другую клавишку мышки, выбираем здесь пункт цвет, выбираем цвет, который мы хотим. Теперь пускай будет зеленый. Видите, можно эту окошечку даже не закрывать, она нам еще несколько раз пригодится. Теперь можем ввести точно так же какую-то вторую структуру на всех наших срезах. Точно так же шифтом кликнув ее закрыть. Ну и пройтись этой структурой по всему нашему стеку. Для экономии времени я опять же поставлю видео на паузу. И за это время, мне на это потребуется минутки полторы, сделаю реконструкцию второй структуры. Ну и после обведения этих структур, я теперь могу их реконструировать сразу же две в программке для просмотра. Понятно, что здесь в программке для просмотра можно сделать прозрачность, если мы хотим, если у нас два объекта, например, перекрываются. В принципе, здесь же можно посчитать и объем объектов, и сделать их пригодными для экспорта в какой-то формат файла, уже подходящий для обработки в других программах. Все это здесь возможно. Причем здесь это стало несколько удобнее. Например, прозрачность, видите, прямо здесь можно выбрать объект и указать его прозрачность. Здесь объекты отдельно наши, все перечисленные, которые мы с вами выбрали, и так далее. Давайте попробуем реконструировать еще один объект, где есть синаптические визикулы. Я это сделаю тоже достаточно быстро. Он у нас здесь вот имеется достаточно хорошо видимый. И я точно так же перетащу сюда клетку, в нее тоже ариолист. Для этого ариолиста выберу какой-то цвет другой. И обведу вот этот вот аксон, где много-много-много синаптических визикул. Некоторые из них мы пытаемся потом восстановить. А теперь будет несколько объектов, перекрывающихся взаимно в небольшой зоне. И после того, как я его обведу, я опять добавлю его в наш трехмерный просмотр. Для того, чтобы получить уже такую структуру. Кроме этой структуры, вполне возможно, меня заинтересует восстановление структур внутри других структур. Например, у меня здесь митохондрия. Я могу вернуться к этой клетке, о которой я говорил, CL2. И добавить в нее теперь, например, митохондрия. И тоже ариолист. Кликнув на нее два раза, я могу теперь его точно так же отметить внутри вот этой уже другой структуры. И, соответственно, в трехмерном представлении она у меня появится как отдельная структурка. Я сделаю сейчас его другого цвета, чтобы мне было его видно. И понятно, что эта структура, находящаяся внутри другой структуры, она мне будет удобна в плане того, что я могу, например, посчитать, какой объем она из первоначальной структуры занимает. Если не очень удобно на эти изображения вот так вот смотреть и рисовать, можно какую-то из структур сделать невидимой. И вот, например, можно теперь спокойно обрисовывать митохондрию без проблем с тем, что у нас уже есть структура, которую мы поверх нее в свое время отметили. Включаем обратно структуру. Вот у нас одна структура внутри другой. Здесь все очевидно и примитивно. Что нам осталось? В некоторых случаях структуры очень маленькие и нас не интересует восстановление их как каких-то протяженных структур. И нам может захотеться просто отметить их как шарики определенного размера. К примеру, отдельные синаптические визикулы внутри вот этого синапса. Наверное, не стоит отмечать отдельными точками. Это будет сложно. Но мы можем взять вот такую структуру, которая называется шарик. Ball. Точно так же выбрать, где мы хотим ее реконструировать. И вот у меня их достаточно много. И мы их можем теперь просто поставить в те места, где мы считаем, что у нас есть эти визикулы. Так как они маленькие, они на низких средах повторяться не будут, протяженности у них тоже не будет. Опять же, можем отключить для удобства уже залитую часть. И вот таким образом эти визикулы все прокликать. Я не смогу это сделать сейчас очень аккуратно, поэтому это только в виде демонстрации, как это делается. И тогда эти визикулы на реконструкцию у нас будут выглядеть шариками с известным диаметром, которым мы здесь указали. Опять же, диаметр шарика можно задать. Так же, как и цвет. Ну и в данном случае, я думаю, что я не буду их отмечать все. Отмечу некоторое только количество, чтобы они были у нас здесь видны. А наша реконструкция итоговая. Последнее, что нам бывает нужно реконструировать иногда, это структура протяженная, например, в виде микротрубочек. Давайте тогда мы завершим с визикулами. Я их все недоотмечал. Но вернемся к нашей вот этой первой клетке, которая у нас была очень хорошо видна. И на ней мы можем отметить повторяющиеся из среза в срез вот такие отдельные микротрубочки. Мы можем их тоже реконструировать. Если выберем, здесь мы с вами уже поставили трубочки. Выбираем их, выбираем нашу структуру. Давайте сейчас на нее посмотрим, чтобы не ошибиться. Вот она. И мы теперь можем проследить какую-то одну микротрубочку от начала до конца. Например, вот она первый раз здесь встречается, второй раз вот она, третий. И вот то, что я сейчас кликаю, видите, у меня за этими точками появляется такая красная линия, которая означает то, что таким образом у меня будет реконструироваться некая протяженная структура, кабель. Диаметр кабеля, цвет и так далее тоже можно указать отдельно. Таким образом можно реконструировать сразу же несколько структур. Опять же, они могут пересекаться, например, между собой, если это необходимо. Или если таких микротрубочек много, вы просто добавляете еще из вот этой трубочки сюда же еще одну такую структуру, два раза на ней нажимаете и точно так же ее реконструируете. Чем удобен подход? Вот с такой реконструкцией, когда у вас представлены все клеточные компоненты в виде дерева. Если вам, например, нужно отметить одну клетку целиком, вы просто выбираете родительский каталог и вот это вся ваша инфраструктура, которую вы реконструировали. Вы можете ее проследить целиком, отметить целиком, перенести, удалить, все что угодно с ней сделать. Если вы захотите посчитать, например, количество метахондрий или их объем, если у вас много клеток таких восстановлено, то вы точно так же можете выбрать любую клетку и внутри нее в XML файле будет описано все, что касается структур, которые вы внутри клетки отметили. Таким образом, программа TrackEM в том виде, в котором мы ее сейчас с вами посмотрели, позволяет нам работать с реконструкцией вручную выровненных, вручную обведенных участков. Также есть плагины, которые мы пользовались в Fiji, которые из этой же программы доступны, которые позволяют провести автоматическое выравнивание стека изображений. Некоторые плагины, которые будут упрощать нам обрисовку вот этих отдельных изображений. Ну и еще одна часть этой программы, о которой я не рассказал, это возможность создания в ней панорам изображений, ведь если мы хотим реконструировать какую-то крупную часть нашего объекта, вполне возможно, поля зрения нам не хватит. Таким образом, эта программа имеет еще некоторое количество возможностей, о которых я не успел вам рассказать. Но тем не менее, даже тех возможностей, которые мы с вами смогли за эту короткую лекцию, практическую работу, посмотреть, нам будет достаточно для начала работы с этой программой. Здесь теперь в виде 3D-представления у нас есть наша структура. Мы можем их точно так же выделить, поменять у них цвет. И давайте посмотрим на то, как теперь представлены, например, визикулы. Видите, они теперь в виде таких отдельных шариков, это те визикулы, которые мы с вами реконструировали. Вот митохондрия внутри вот этой структуры. Мы тоже можем теперь с ней работать, можем ее посмотреть при необходимости. У нас теперь так же здесь появились и наши микротрубочки. Их не очень хорошо видно, потому что они закрыты вот этой вот желтой структурой. Но мы можем сейчас сделать ее более прозрачной, чтобы можно было внутри увидеть уже эти микротрубочки. Ну и понятно, что реконструкция таких протяженных структур в виде отдельных уже цилиндров, она сильно упрощает всю дальнейшую работу, в том числе отображение этих структур. В итоге программа очень удобная, позволяет действительно хорошо к ней работать. К сожалению, есть одна неприятность в виде того, что на некоторых компьютерах не отображаются все структуры. Тогда придется запустить вот такой вот небольшой фрагмент кода. Я дам ссылку также на переписку разработчиков, где этот кусочек кода приведен. И там уже есть пояснение, что этот кусок кода будет добавлен в следующую версию. Так что, скорее всего, это все уже будет работать. Ждем следующую версию, которая должна будет выйти в этом году. Ну и будем надеяться, что это досадное недоразумение, мешающее нам с этой программой работать, будет в итоге убрано. Это все, что я хотел за сегодняшнюю лекцию рассказать. Спасибо за внимание. До следующей лекции, которая у нас будет завтра по подготовке изображений к печати, по этике обработки изображений. И, возможно, если успеем, мы поговорим немножечко еще о лабораторных информационных системах. До следующей лекции. До свидания.